На сцене воспитанники детской музыкальной школы номер два. Сегодня для творческого коллектива ответственный день. Дети выступают перед родителями и гостями. Детская музыкальная школа была основана в 1958 году. После 65 лет существования аварийное здание пришлось снести. В 2023 году была построена новая современная трехэтажная школа. В оснащенных по всем требованиям классах созданы условия для педагогов и детей. Преподаватели говорят, в таком просторном зале учить детей тонкостям хореографии – одно удовольствие. Девочки ни одно занятие не пропускают. Дети обучаются 7 лет. Мы учим не только танцевать. Ученики узнают об истории танца, получают эстетическое воспитание, знания об искусстве и культуре. После окончания школы они получают диплом. Полученные знания им непременно пригодятся во взрослой жизни. Считайте, у них уже есть базовое образование. Его можно продолжить в колледже или консерватории. Из класса доносятся звуки скрипки. Играть на музыкальном инструменте детей обучает опытный педагог Татьяна Корчагина. Скрипочка, я хочу сказать, это царица музыки. Не я хочу сказать, это весь мир знает. Очень сложный инструмент. Здесь дети, вы понимаете, как можно сказать, от Бога. Потому что у нас нет начальства на земле, у нас на небесах. Ребенок должен слышать. Это особые музыкальные данные он имеет. То есть слух, пение, ритм и так далее. Чуть-чуть, если не так пальчик поставит ребенок, это уже фальша. А какая музыка с фальшью? Только чистота, только красота эта музыка. И детки, конечно, особенные. Кроме отделения скрипки в детской музыкальной школе номер два есть классы фортепиано, флейты, саксофона, руба, бабаяна. Для тех, кто любит национальные инструменты, дамбра и кобыс, есть даже свой оркестр. Для концерта я выбрал Кьюи Балбараон и Сараарка. Кьюи великого композитора Курмангазы звучат на многих сценах мира. На подготовку было немного времени. Детям было сложно, но они молодцы, справились. В ходе праздничного мероприятия, День открытых дверей, родители и гости не только посетили занятия детей, но и познакомились с коллективом. Вместе радовались успехам воспитанников музыкальной школы. Мы всех родителей, всех детишек города, всех приглашаем. Двери у нас всегда открыты для вас. Да, вот учебный год только начался, учебный год только начался. Конечно, у нас есть навыки, у нас есть свои опыты с детьми, потому что мы не первый год работаем. Но, конечно, хотелось бы, чтобы дети еще больше было приходить, им двери для вас всегда открыты для вас. Мы всегда готовы с вами работать. У нас профессиональные педагоги. Мы работаем в трех направлениях. Это музыкальное направление, это художественное направление и хореографическое направление. В год, это больше 300 конкурсов, наши дети участвуют. Очень много лауреатов, очень много у нас конкурсантов, которые непосредственно наши педагоги готовят этих детей. Воспитанники детской музыкальной школы номер два не раз становились лауреатами и призерами городских, республиканских и международных конкурсов. В этом учебном году школа приняла 300 детей. Педагогический коллектив готов привить им любовь к прекрасному. Шанару Аразова, Ильдар Жунысканов, Александр Крапивкин, информационная служба телекомпании «Отрар». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова